МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мутичинского информационная программа День в студии Аллы Сталаева. Смотрите в первой части выпуска. Во Дворце культуры Яузе состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Матищи за 2018 год. Началась реализация проекта, о котором говорили все последние годы. Путепровод, соединяющий улицы Мира и Фрунзе, позволит повысить пропускную способность основных городских магистралей. Сейчас уже закончены работы по подготовке территории. В Марфино начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Детям, как и зимой, негде заниматься. Подмосковье присоединилась к всероссийской акции «Вода России». Будет чисто наши берега. Будем дышать лежим воздухом, без мусора. А теперь об этом и многом другом более подробно. В Дворце культуры Яузы состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа за 2018 год. На собрание пришли представители администрации округа, совета депутатов, руководители предприятий и организаций, а также активные жители Матищ. Принятый ранее финансовый документ за прошедший год уточнялся шесть раз и всегда в сторону увеличения. В результате план исполнен на 108%. Публичные слушания приветственным словом открыл председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Он огласил регламент заседания и обозначил основных докладчиков. Решение Совета депутатов от 23 мая этого года о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета, а также сам отчет были опубликованы в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Матища, в газете официальной Матищи 25 мая этого года. Об исполнении бюджета городского округа Матища за 2018 год рассказала Ирина Шутовская, обратив внимание на основные параметры распределения доходной части за два предыдущих отчетных периода. Так, по итогам прошлого года Матища заняли второе место по объему налоговых и неналоговых поступлений. В 2018 году доходы бюджета городского округа Матища составили 12 млрд 58,9 млн рублей, что на 1 млрд 427,8 млн рублей больше, чем в 2017 году. 57,4% в общем объеме доходов бюджета округа занимают собственные налоговые и неналоговые доходы, которые составили 6 млрд 918,3 млн рублей. Матища – один из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов Московской области. В 2018 году расходы бюджета составили 12 млрд 171,5 млн рублей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства был направлен 1 млрд 338,3 млн рублей. Благоустроено 197 дворовых территорий, отремонтировано 457 подъездов. Более миллиарда рублей выделено на развитие культуры и спорта. Расходы на образование на протяжении многих лет являются наиболее емкой статьей. В прошлом году они составили 6 млрд 165,9 млн рублей. Это половина бюджета всего округа. Перед слушателями выступили руководители управления Федоскина и Матищинская, а также микрорайоны Пироговский. Они рассказали о том, какие программы были реализованы на их территории. Самая затратная программа – это формирование современной городской среды, которая составила 105,5 млн рублей. Это в программу вошло и благоустройство территории, ремонт подъезда, содержание колодцев, содержание детских площадок, реконструкция 9 детских площадок, комплексное благоустройство, содержание и ремонт контейнерных площадок. Ну вот все то хозяйство, которое, собственно, лежит на наших плечах. В целом, денежные средства были направлены на такие программы, как дорожное хозяйство – 1 млрд 221 млн рублей. Безопасный регион – 48,8 млн рублей. Программа экологической реабилитации реки Яуза – 63 млн рублей. По итогам внешней проверки можно сделать вывод, что серьезных нарушений при составлении отчетности не установлено. Фактов недостоверных отчетных данных, осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществленных с превышением бюджетных осениваний, не установлено. Однако, отмечу, что отдельными главными распорядителями были допущены незначительные нарушения, которые носят преимущественно технический характер. На достоверность отчетности они не повлияли. По итогам состоявшихся публичных слушаний ко всем присутствующим обратился глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Мы прирастаем с каждым годом огромным количеством муниципального имущества. Это школы, детские сады, это новая дорожно-транспортная сеть, это новые объекты ЖКХ, те же самые детские площадки. Все это требует обслуживания. То есть мы фактически увеличим объем имущества, которое необходимо обслуживать, и затраты на обслуживание. В среднем, например, такая школа, как 31-я, 32-я, 33-я, это примерно 60-70 миллионов в год. Мы таких объектов получаем по несколько, и с каждым годом у нас затраты возрастают на 200-300 миллионов только на одно обслуживание, это как минимум. Задача, которая ставится сейчас, это дальнейшее развитие округа и создание условий для комфортного проживания мытищенцев. Ведь мы должны не только сохранить, но и в дальнейшем соответствовать статусу мытища – благоустроенный город. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День». Началась реализация проекта, о котором говорили все последние годы. Путепровод через железнодорожное полотно, соединяющее улицы Мира и Фрунзе с выходом на Ярославское шоссе, позволит повысить пропускную способность основных городских магистралей. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин ознакомился с ходом работ на ближайшую перспективу. Конечно, такой строительный проект потребует немалых материальных и временных затрат. Трудность в том, что строительство не должно осложнять интенсивное движение по одной дороге в сторону крупных микрорайонов города. Это непростая инженерная задача. С двух сторон сразу заработаете, да? Нет, с этой стороны начинается. Деньги у вас есть дома? Деньги есть, конечно, да. С этой стороны весь материал сейчас завезли. Вот будет у нас четвертая и третья опора. Как показывает опыт, кроме инженерных надо решить и социальные проблемы. Например, очистить участки от старых строений. Не зря вспоминается аналогия с путепроводом Олимпийского проспекта. Тот сдавался к Олимпиаде 80-го года, но сегодня уже не справляется с возросшим потоком автомобилей. А вот новая эстакада реализует пожелания самих жителей. Мы начинаем строительство вылетной трассы улицы Мира, Фрунзе, Ярославское шоссе. Сейчас уже закончены работы по подготовке территории. Более того, ребята идут с хорошими темпами. Они опережают свой план и уже вбили сваи с одной и с другой стороны. Для нас принципиально, чтобы в этом году произошла надвижка. Это значит, что в следующем году, к осени следующего года, может быть даже к началу зимы, к декабрю, этот объект полностью будет готов. Да, вопрос о сроках – самый чувствительный вопрос. Примеры затяжки строительства автомагистрали у всех на виду. Но здесь проведена хорошая подготовительная работа. В данный момент вообще ничего не мешает. У нас было задание от администрации, у нас было задание от заказчика оптимизировать сроки. Потому что расчетные сроки – это все равно планы. А возможности строителей, они всегда, на мой взгляд, больше. Мы определили участки, на которых можно уже производить работы и перенесли со следующего года уже на этот год. Лучшая стройка – это быстрая и незаметная стройка. Хотя не заметить сооружение, которое изменит весь облик целого района города, будет непросто. Да и наоборот, мы ждем, чтобы это произошло как можно быстрее. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». Депутаты фракции партии «Единая Россия» Масичинского совета депутатов провели выездное заседание. Народные избранники посетили село Марфино, жители которого не первый год обращаются к руководству муниципалитета с просьбой построить на территории физкультурно-оздоровительный комплекс. Почему сделать это до сих пор не удавалось и в чьих силах изменить ситуацию, расскажет Анна Мусоликина. Это получается на перекладных и автобусы, электричка и еще. Но около часа все равно ехать надо. Такой путь проделывают юные марфинцы, чтобы добраться до ближайших спортобъектов. Для них просто желание заниматься спортом мало. Все зависит от времени года. Летом в распоряжении юных спортсменов футбольное поле и площадки. Зимой приходится пользоваться фоками и спорткомплексами, расположенными в соседних городах. У нас развивается инфраструктура, но вот спорт у нас немножко как бы не на нужном уровне. Только потому, что детям, как и зимой, негде заниматься. При этом в летний период марфинский стадион становится центром притяжения. Здесь занимаются все от мала до велика. В Марфино функционирует несколько спортивных секций, но из-за условий их количество, конечно, ограничено. Такие виды спорта массовые, как футбол, волейбол, единоборство. Сейчас мы вводим новые виды спорта. Это флорбол. Но такие виды спорта, которые доступны на спортивных площадках по месту жительства, но и в то же время с появлением зала они смогут получить новое развитие. Почти 300 детей регулярно занимаются в секциях, организованных Центром физической культуры и спорта Фидоскино. Всего на этой территории проживает почти тысяча школьников. И у них должен быть выбор, подчеркивают местные жители. Универсальность – главное требование, предъявляемое к проекту физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас идет вопрос о согласовании проекта, который нужен нам всем. Это универсальный зал игровой обязательно, со зрительными местами, чтобы проводить мероприятия и соревнования официальные. И еще там порядковые вспомогательные залы. Зал единоборств, зал УФП для танцев, зал для настольного тенниса и тренажерный. Разговоры о строительстве фока в Марфино ходят давно. Вот только до преобразования Мытищинского муниципального района в округ упор в развитии спорта делался в основном на городскую территорию. И по всем нормативам охват населения физкультурно-оздоровительными комплексами в Мытищах составляет 100%. Сегодня за решение этой проблемы взялись представители партии «Единая Россия» в Мытищинском совете депутатов. Мы будем обращаться сегодня еще раз повторно по итогам фракции, услышав ту действительно неоспоримую поддержку жителей о том, что, конечно, за строительство этого фока необходимо включать в государственную программу. Участие в решении этой проблемы жителей играет важную роль. Марфинцы пообещали составить официальное обращение. Оно будет размещено на портале Добродела, также направлено в региональное министерство физической культуры, спорта и туризма. Если инициатива депутатов и жителей будет поддержана, фок в Марфино появится в 2021 году. Анна Мусаликина, Андрей Капустин. Информационная программа «День». К всероссийской акции «Вода России» присоединились жители Московской области. 5 июня в День эколога волонтеры провели уборку береговых линий. Официальный старт мероприятию был дан в деревне Жостово. Здесь, на берегах канала имени Москвы и Пиаловского водохранилища, всегда много отдыхающих и, к сожалению, бытового мусора. Ликвидировать свалки – такая задача стояла перед мытищинцами, участниками всероссийской акции «Вода России». Вооружившись перчатками и мешками, мытищинцы празднуют День эколога. Сегодня они – участники всероссийской акции «Вода России». Мероприятие проводит Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 2014 года. В нем участвуют экологи, государственные, муниципальные служащие и неравнодушные жители страны. Волонтеры собирают бытовой мусор и валежник вдоль береговых линий. В прошлом году нас с вами по всей стране было почти 2 миллиона человек. 2 миллиона тех, кто проявил заботу не на бумаге, не в мыслях, а конкретно в деле. Поэтому от лица Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, от себя лично я хочу вам сказать большое спасибо, что вы здесь. Не случайно официальный старт всероссийской акции «Вода России» в Подмосковье был дан здесь, в деревне Жостово. Четвертую часть территории городского округа Матища занимают водоемы. С одной стороны, это великий плюс и вообще подарок судьбы для нас, для граждан городского округа. Но с другой стороны, мы понимаем, что и нужно соблюдать какую-то чистоту, сохранять экологический баланс, сохранять природную привлекательность не только для себя, но и, наверное, для наших поколений. Проводить время на берегах мытищинских водоемов любят и наши земляки, и жители соседних муниципалитетов. Но вот беда – увозят бытовые отходы с собой далеко не все отдыхающие. Словом, без работы мытищинцы, участники всероссийской акции «Вода России» не остались. Своими силами нам это дело не собрать. Так что мусора, ну, так как у нас с воспитанием населения, видимо, не все в порядке, потому что надо начинать еще там с пеленок, да, ну, имеем то, что имеем. Поэтому вот тот мусор, который сегодня здесь скопился в течение, может быть, каких-то лет, благодаря как раз волонтерам, благодаря всем, кто сегодня участвует здесь, я надеюсь, что мы сегодня наведем здесь порядок. На берегах канала имени Москвы и Пяловского водохранилища особенно много туристов. Уборки требуют сразу несколько участков. Участники всероссийской акции «Вода России» разбиваются на группы. Кому-то придется добираться до места назначения по суше на машине, кому-то по воде на трех катерах. Ну как, вы сейчас готовы собрать все, что там добросали? Я надеюсь, что у нас люди в стране начнут наконец-то следить за собой. Надеюсь. Но приходится, конечно, выходить на эти акции, чтобы хоть как-то облагородить окружающую среду. Волонтеры идут, рассредоточившись вдоль береговой линии. Пластик, стекло, бумага отправляются в мешки. Особенное внимание вот к таким флажкам. Так организаторы мероприятия пометили свалки. Достаточно много мусора у нас. Вот можно посмотреть пакеты практически по всему участку у нас. Так что мусора хватает, люди приезжают, заставляют, оставляют. Приходится убирать сегодня. Ну ничего, акция пройдет, все будет хорошо. Будет чисто наши берега, будем дышать свежим воздухом, без мусора, отдыхать на природе. Мешки заполняются один за другим. Их оставляют на видном месте. Чуть позже отходы, собранные волонтерами, погрузят в машину и увезут на утилизацию. Порядок участники всероссийской акции «Вода России» наводят за пару часов. Сейчас трудно сказать, сколько людей будет принимать в этой акции, но уверена, что это будут десятки тысяч человек. И очень важно, что большинство участников нашей акции – это молодые люди. Потому что именно для них мы это делаем, именно им сохранять будущее и идти в него. Интересно, что руководители природоохранных ведомств и подразделения администрации городского округа Мытища, дав старт мероприятию, не сели, сложа руки. Они сделали еще одно доброе дело – посадили на берегу канала имени Москвы две ели. Всероссийская акция «Вода России» началась в мае и завершится в конце сентября. В этом году мероприятие впервые проходит в рамках нацпроекта «Экология». Надежда Звягинцева, Константин Химичев, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска. Состояние пляжей и прибрежных зон отдыха находится под постоянным контролем специалистов Госадомтехнадзора. Люди приезжают сознательно, с детьми, так сказать, чисто отдохнуть на природе. Где продают самые свежие фрукты и овощи? И как выбрать дары природы без нитратов? Абсолютно сладкая, вкусная клубника. 6 июня мы отмечаем день рождения Александра Пушкина и Международный день русского языка. Там чудеса, там леши бродят, русалка на ветвях сидит. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты», заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. Состояние пляжей и прибрежных зон отдыха находится под постоянным контролем специалистов Госадомтехнадзора. В последние дни на береговую линию выходят тысячи людей, но далеко не везде поддерживаются необходимые условия безопасности. Во многом это зависит и от самих отдыхающих. Муниципальная зона отдыха Сорокина – это целый комплекс спортивного и культурного досуга. Популярностью она пользуется огромной, особенно в летние месяцы. Здесь – пологий спуск к берегу водохранилища. Это место общего доступа. Сами местные жители проголосовали именно за такой его статус. Вместе с тем, сама территория зоны отдыха относится к сельскому дому культуры. И это позволяет решать многие вопросы. Каждое утро в 6 утра начинаем и убираем все, что скопилось за целый день, ну и за вечер, и, соответственно, за ночь. То есть эту проблему мы решаем каждое утро до прибытия наших гостей. В основном люди приезжают сознательно, с детьми, так сказать, чисто отдохнуть на природе. Люди приходят сюда за порцией голубого неба, синей воды и зеленой травы. И хотят сохранить это вне прикосновенности. Но, увы, не все так думают. По вечерам сюда подтягиваются и дикари в прямом и переносном смысле. Они оставляют после себя угли и хлам. Ведь соседние участки берега остаются вообще без присмотра. И по утру приходится наводить порядок местным жителям, таким как Вера Дмитриевна. Я живу рядом, вот стараюсь, по мере сил. Конечно, по мере сил удается не так уж и мало. Берег производит впечатление опрятного, хотя и не без проблем, с которыми здесь борются. В первую очередь, на что обращается внимание, это на содержание самой территории. То есть территория должна быть очищена от мусора, произведен окос. Здесь присутствуют малые архитектурные формы, такие как урны для сбора мусора, которые находятся в удовлетворительном состоянии. То есть лавочки, которые тоже окрашены, то есть все нормально, все присутствует. Надо признать, что без постоянного ухода территория быстро станет непригодной для отдыха. Однако, если взаимодействуют и жители, и управляющие организации, результат удовлетворяет всех. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». Где в нашем городе продают самые свежие фрукты и овощи? Как выбрать дары природы без нитратов? И какую клубнику предпочитают горожане – российскую или привозную заграничную? Об этом в нашем следующем сюжете. Самое свежее только с грядки. Другого здесь не бывает. Так могут сказать только на рынке и будут правы. Ведь подпорченный товар брать никто не будет, да и на виду все. Вот, например, городской рынок. С наступлением весенне-летнего периода ассортимент фруктов и овощей заметно расширяется. Уже сейчас можно купить подмосковные огурцы и кубанскую клубнику. Но самое важное, за чем следят на рынке – это качество. Мы стараемся, чтобы покупатели покупали действительно, знаете, чистые экологические продукты. Потому что сегодня это важно, сегодня действительно так есть. И сегодня на рынке присутствует действительно масса продуктов, которые выращивают на территории Российской Федерации. Сегодня уже и клубника, и огурцы наши подмосковные, и лоховицкие. Это тоже касается ценовой политики. Она, конечно, дешевле, чем в сетевых магазинах. Сами сверховоспроизводители устанавливают. Мы ценовой политики, конечно, не вникаем сильно. Но если необходимо, конечно, мы прикладываем тоже максимум усилий. Но сегодня это рынок, поэтому ценовая политика очень, в принципе, считает достойно. Каждый рабочий день здесь начинается с проверки продукции сразу по нескольким параметрам. Сначала один анализ, затем другой – в лаборатории. Каждое утро проверяется на дозиметрический контроль. Каждая, каждая продукция, каждая партия проходится и проверяется вот таким приборчиком. Овощи у нас проверяются на нитраты в обязательном порядке. 10% от всех партий. Наша съемочная группа посетила рынок в будний день. Но, как говорят продавцы, покупателей здесь всегда много. Соответственно, и объемы продаж впечатляют. Клубника кубанская сейчас, производство хорошее. Сколько продаете в день? Ну, где-то 300 килограмм в день. Это сколько ящиков? Ну, 40-50 ящиков можно. 50 и 60 бывает. Покупатели тоже знают толк в качественной ягоде. Определяют и по запаху, и по виду. Основной спрос на нашу российскую. Когда приходит какой-то урожай, там клубничка, черешня, все у нее хорошее, свежее. Она улыбается всегда. Пожалуйста, покупайте. Конечно, больше хочется нашу все равно. Как мне говорили, наша кубанская ночь клубника, чем Египет. Ну, такой пробуешь и такую. Конечно, наша лучше. Почему именно здесь покупаете черешню? Потому что здесь каждый раз свежий товар, и мне нравятся цены приемленные. Чем рынок хорош? Это всегда, конечно же, большой ассортимент различных овощей и фруктов. И что самое главное, всегда можно попробовать. Абсолютно сладкая, вкусная клубника. Ярослав Ярославцев, Константин Бондаренко. Информационная программа «День». 220 лет со дня рождения Пушкина и Международный день русского языка. Оба праздника сегодня отмечают и в России, и по всему миру. Различные концерты, акции и мероприятия состоялись и в городах Московской области. В библиотеке нашего городского округа вспомнили сказки великого русского поэта. День рождения Пушкина сегодня отмечают по всей стране. В библиотеке нашего городского округа тоже почтили творчество великого русского поэта. Вспомнили сказки, известные с детства каждому жителю страны. Там чудеса, там реши бродят, русалка на ветвях сидит. О любви Пушкина к русским народным сказкам, песням, былинам, да и вообще к истории России известно всем. Правда, вот собственных сказок Александр Сергеевич успел написать не так много. Зато каких. «Золотой петушок», «Золотая рыбка», «Сказка о царе Салтане», «Царевне-лебеде» и «Богатырях», «Апопеи» и его работники Балдея», «Руслан и Людмила». Каждая сказка – это волшебство слова и смысла. «Сказки – это обязательный элемент литературного и вообще любого воспитания, любого человека. Они начинаются с раннего детства, когда нам мамы рассказывают. Потом мы в саду учим сказки и стихи, в школе. И всю-всю-всю нашу жизнь мы как бы сами рассказываем сказки, любим сказки, верим в сказки». Кстати, помимо Пушкинского дня, сегодня отмечают и еще один праздник – Международный день русского языка. На нем разговаривают около 250 миллионов человек на планете. Далеко не последняя заслуга в этом Александра Сергеевича Пушкина, которого по праву считают основоположником современного русского литературного языка. «То есть Александр Сергеевич своим творчеством, своим делом дал, так сказать, всему миру пример великолепного русского языка. Благодаря именно его произведениям многие-многие люди на всей планете пытаются учить русский язык, говорят на русском языке, читают на русском языке. И за это мы, конечно, очень благодарны». Любовь к мастеру художественного слова прививают с самого раннего детства. Сначала родители читают яркие, красочные сказки своим малышам, ну а в школе это уже стихи, которые запоминаются, как говорят педагоги, на одном дыхании. Ярослав Ярославцев, информационная программа «День». У юных спортсменов, воспитанников детской школы хоккея, начались летние сборы. Они проходят в Ледовом дворце арена Мытищи. Многие из них только-только научились стоять на коньках. Но уже сейчас хотят играть в настоящий хоккей. И многое у них получается. «Летние сборы – это как бы домашнее задание на время каникул. За плечами первый учебный год. По сути, несколько месяцев привыкания к новой спортивной жизни. Как она служится, пока никому неизвестно. А здесь – проба сил и проба себя. Чего ты хочешь и чего ты можешь в этой легендарной игре». «Самое главное – их заинтересовать. Не столько, сколько наработать технику сейчас. А в таком маленьком возрасте самое главное, чтобы у них был интерес, чтобы они горели. Это понятно. Да, мы делаем все упражнения, правильно их ставим. Это плюс огромный в том, что они сразу знают, как делать правильное движение. Они даже просто не представляют, как сделать неправильно. Но учиться уже с первых шагов на льду надо многому. И как правильно падать, и как правильно прыгать. Конечно, кому-то хочется и подурачиться, выплеснуть эмоции, поиграть. Но главные-то игры еще впереди. «Даже сейчас видно, у кого из детей есть игровое мышление. А кому еще стоит поработать над этим?» «Тысячи мальчишек занимаются хоккеем всю зиму в свое удовольствие. А если к тому же они учатся играть правильно, а значит и более интересно, то выигрывает в первую очередь настоящий хоккей. Ну и мы, конечно, те, кто ждут настоящего живого хоккея в виртуозном исполнении. Может, эти виртуозы в недалеком будущем как раз сейчас и на льду». Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». А теперь к столичным новостям. 5 тысяч человек поучаствовали в красочном забеге в Москве. 25-градусная жара не остановила спортсменов. Давайте вместе посмотрим сюжет. В Москве начало лета встретили красочным забегом. Пятикилометровая дистанция и 25-градусная жара. Вызов им бросили сразу 5 тысяч участников. На разных участках трассы волонтёры встречают бегунов и щедро осыпают всех краской. «Уже всё, выдох пошёл, уже невозможно бежать, ты думаешь, по такой жаре. Но ребята краской раз отдали, всё супер просто. Сразу второе дыхание прям появляется и тут». Участники пробежали вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. «Супер. Мне очень понравилось. Краски, яркие впечатления, эмоции, поддержка болельщиков. Это супер. Когда ты бежишь такой весь в краске, такой довольный, такой счастливый, такой яркий. И понимаешь, что твоя жизнь удалась. Это самое счастливое, что может быть». Красочный забег в Москве прошёл в седьмой раз. Все участники получили памятные значки, а победителей наградили кубками с символикой соревнований. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Ещё больше информации на сайте Первого Матищинского. А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждёт прогноз погоды. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание. Премия «Наша Подмосковья» учреждена губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьёвым в 2013 году для поддержки социальных инициатив и гражданской активности жителей региона. Ежегодный призовой фонд премии – 180 миллионов рублей. В этом году будут вручены тысяча премий в номинациях «Экология», «Творчество» и «Духовное наследие», «Волонтёрство» и «Благотворительность», а также номинации «Прорыв». В 2019 году проекты подаются в номинации, а не в категории. Тем самым у всех проектов есть равные шансы на получение денежных наград. В период с 3 июня по 4 августа жители Московской области могут зарегистрироваться на сайте нашадефисподмосковье.рф и подать свой проект. Каждый соискатель может подать заявку только на один проект. В ней он должен заполнить информацию о своем реализованном проекте и указать планы по его дальнейшей реализации. До 4 августа к проекту могут присоединиться члены инициативной группы проекта. Наличие команды проекта является одним из критериев его оценки. Эксперты Совета по присуждению ежегодных премий «Наше Подмосковье» всесторонне оценивают поданные проекты, а также участвуют в днях презентации проектов, которые пройдут в августе и сентябре. На них авторы проектов, претендующих на победу в премии, должны лично презентовать свои проекты перед экспертным советом. Подробную информацию об участии в конкурсе вы можете найти в разделе «Премия» на сайте нашадефисподмосковье.рф. 9 месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Лампочка эта, конечно, дороже лампы простой и привычной. Но все же энергии цены она потребляет меньше обычной в пять раз. Впечатляет? К тому же долговечней намного она. Выходит, такая нам очень нужна. Пив себе лампочку светодиодную, рублей сэкономишь на шубу, на модную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...